Всем большой привет! Меня зовут Татьяна и сегодня будем с вами делать вот такой солнечный активный макияж, используя новенькие бронзеры от NYX. Это прям какой-то очень нашумевший продукт в ТикТоке и вообще в интернете. Очень многим он нравится. У нас наконец-то в Польше он появился в продаже. У них в этой серии еще есть румяна, но, к сожалению, пока румяны до нас не доехали. Как только доедут, я обязательно их тоже буду тестировать. Кроме этого, в этой же серии у NYX есть вот такие блески. Там очень много оттенков. Я взяла два попробовать. Также сегодня нанесем оба. Плюс хочу сегодня попробовать вот такой BB от Hemish. Интересная такая многообещающая новинка. И еще у Sephora вышли новые оттенки их сияющих однушек. Также сегодня с вами нанесем, посвочим и попробуем. Предлагаю начинать наш макияж, а потом в конце, как обычно, все обсудим. Нанесла немножко масла для губ. Это, как обычно, H&M. Мне нравится это масло для губ. Я никакие новые пока сейчас не покупаю. И мы сейчас с вами начнем сразу с BB-крема. Это у меня BB-крем от Hemish. Здесь у нас физический и химический SPF 30. Оттенок у меня 21 Light Beige. Это самый светлый, который был в продаже. Но я просто знаю, что корейские вот эти BB-кремы, их самый светлый, вот этот 21-ый. Как правило, он мне зимой темноват. Сейчас лето. Я сейчас стала использовать немножко капельки автозагара. Мои любимые от Clorance. Тут, в принципе, ничего нового. И сейчас этот 21-ый оттенок. Я надеюсь, что мне будет уже подходить. Я, как обычно, немножко выдавлю на палитру. Мне так удобнее. Ну, он такой средней плотности. Я не скажу, что он очень жидкий. Консистенция у него немножко плотноватая. Ну, такая, в принципе, как у многих BB-кремов. Буду наносить очень тонким-тонким слоем, как я обычно это делаю. Мне нравится, как он кистью наносится. Вроде кажется плотным, но достаточно легко распределяется. Ну, в принципе, знаете, я смотрю, что, наверное, оттенок и подойдет. Финиш такой классический BB-крема. Он такой увлажняющий. И он явно не будет застывать, этот BB-шка. Но мне нравится. Вот я люблю такие финиши. Он красиво лежит. И, в принципе, вот он, среднее покрытие у него есть. Нет какого-то, знаете, такого запаха, вот не очень приятного. Прикольно то, что он даже кистью хорошо распределяется. Мне буквально еще вот чуть-чуть подзагореть под него и будет вообще отлично. Еще лето у нас не началось. Ну, пока сегодня, когда я снимаю, еще не началось. Я не знаю, как быстро я успею выложить это видео. Но пока что еще май. Ну что, я полностью распределила. И мне очень нравится, как сидит этот тон. Здесь такой финиш, как я люблю. Влажный и очень легкое покрытие. Несмотря на то, что здесь плотная консистенция, он достаточно густой. Но он очень хорошо распределяется. Причем именно кистью. Я думаю, что если бы я распределяла его спонжем, то, скорее всего, он лег бы плотнее. Но я это не люблю. Если кто-то любит более плотное покрытие, то, скорее всего, тут будет лучше спонжем. И кисточка распределила настолько легко его, что я в восторге. Чуть-чуть, как будто бы он мне желтоват по оттенку. Ну, это все BB-кремы. Это 100%. Зимой я вообще не смогу его носить. А сейчас хотя бы попробую, поиграюсь с ним. Ну, очень красиво. И очень такое покрытие легкое в плане невесомое и не ощущается на лице. Пока что мне нравится. Не думаю, что он куда-то уползет, конечно. И я не думаю, что он подойдет для тех, у кого жирная или такая склонная к жирности кожа. Скорее всего, это для нормальной сухой. Вот что-то в этом духе. Для жирной, скорее всего, не очень будет. Хотя надо пробовать. Я хочу сделать сейчас с вами брови. Я редко делаю их на камеру. Но у Maybelline вышел новый вот такой вот гель. Называется гель-фиксатор Super Lock. И это, знаете, такой клей для бровей. То есть он прям приклеивает волосы к коже. Мне понравился эффект. Давайте сделаем вместе с вами. Наверное, я вас чуть-чуть приближу. Я немножко, конечно, сейчас все облещу. Но как бы я надеюсь, это ничего. Именно на камере это больше заметно. Я еще взяла от Paese вот такую вот, не знаю, помадку для бровей. Это не новинка. Это давно у них есть в продаже. Я просто искала что-то себе подходящее по оттенку. Потому что у меня большая проблема. У меня все либо рыжее, либо черное. А тут такой, как бы, условно, тауповый оттенок. Так, немного для меня эта помадка суховата. Ну, как на мой вкус. Такая она, ну, такая вот, знаете, вот сухая очень ее текстура. У Анастасии Беверли-Хиллз такие помадки поинтереснее. Мне особо сейчас дорисовывать как бы ничего не надо. Я сейчас их немножко подуменьшила в размере свою бровь. Потому что они не хотят, не хотят зарастать. Не хотели вот здесь зарастать. Мне это уже стало бесить. Я просто их сделала тоньше. Мне кажется, так более аккуратно выглядит. Я чуть-чуть вот подведу. Буквально чуть-чуть вот снизу. Это, кстати, кисточка от Анастасии Беверли-Хиллз. Ей уже я не знаю сколько лет. Но это лучшая кисть для бровей, что у меня вообще когда-либо была. Чуть-чуть я просто подзамажу пробелы. Даже этот оттенок как будто чуть-чуть не темноват. Но в принципе, когда делаешь полный макияж, то оно ок. Я не знаю, девочки. Вы делаете сначала гель, а потом закрашиваете брови. Либо наоборот. Я не могу делать наоборот. У меня по всем гелям для бровей, которые я пробовала, у меня потом ничего просто не рисуют. Ни карандаши, ни какие-то маркеры, ни тени. Я знаю, что многие делают наоборот. А мне неудобно. У меня потом получается, что просто я не могу прорисовать ничего поверху. Расскажите, кто как пользуется. Так, давайте перейдем вот к этой штучке. Это прям новинка от Maybelline. Я просто ее взяла попробовать. И вы знаете, такое чувство, что это мой новый фаворит. Единственное, здесь вот такая щеточка маленькая, похожая как у Реа Бьюти. И в ней вот этот гель, он такой, как будто волосками такими. Не знаю, это из-за его консистенции или просто там действительно что-то добавлено. Я так и не могу понять. Он настолько густой, что он тянется такими мелкими-мелкими волосочками. Такая у него структура интересная. В принципе, как бы я веду вот просто сразу в том направлении, в котором мне надо. У меня так растут брови, что вверх мне некрасиво зачесывать. Это вообще не моя история. Поэтому просто я зачесываю по росту. И главное не переборщить, потому что они просто вот моментом приклеиваются к коже. Все, вот тут вот уголочек я подправляю. И все, брови застыли. И теперь они никуда не денутся. Они прям приклеиваются к коже. Прикольный эффект. У меня таких продуктов раньше не было. Я как-то так, ну специально не искала такие. И вот решила попробовать эту новинку. И мне понравился этот эффект. Если вы любите такое, то советую. Прям хорошая вещь. На глаза я хочу сегодня попробовать вот такую однушку. Сифора немножко обновила такие тени. То есть у них вышли новые оттенки. У них, по-моему, уже были эти однушки. Сейчас это такой какой-то красивый спаркл. Немножко такая болтающаяся упаковка. Если здесь вот открыть, то она вывалится, эта однушка. У меня уже так получилось. Один раз, слава богу, ничего не рассыпалось. Но как бы вот так. Это выглядит. Такой на ощупь он немножко суховатый. Рассыпь блесток есть. Вроде как не сильно критично. Ну выглядит на свотче, выглядит красиво. Оттенок это у меня 308. Такое какое-то розовое золото. Немножко перламутрово. Чуть-чуть с фиолетовым переливом. Единственное, я не хочу наносить этот оттенок на голое веко. Поэтому я нанесу это на жидкие тени от Лизы Элдридж. Они подходят по оттенку. Нанесу совсем чуть-чуть. Просто как базу. Как мне нравятся такие оттенки. Вот это розовый перламутр какой-то такой. Что-то я не могу остановить. Я сказала, нанесу немножко. И продолжаю наносить дальше. Сейчас не будет видно нашего оттенка от Сифоры. Ну ладно. Это знаете про не могу остановиться. Это как я начала смотреть Бриджертонов. Я наверное самая последняя их начала. Вообще смотрели последний сезон. Я начала с первого сезона. Потому что я его не смотрела. Я вообще как бы так редко смотрю сериалы. Потому что я боюсь на них подосесть. И у меня потом не будет времени. Но тут что-то я себя не очень хорошо чувствовала. Как раз было время. И я как подсела. Я их проглотила. Первых два сезона очень быстро. Буквально за пару дней. И потом вот сейчас третий. На данный момент только четыре серии. 13 июня выйдет продолжение. Интересно что там будет. Я как бы уже там почитала кучу спойлеров. Что будет происходить дальше. Ну интересно. Не думала что я смогу подсесть на такого стиля сериал. Я как-то не фанат. Расскажите вы смотрели. Как вам вообще? Это пара про которую сейчас идет речь. Просто моя любимая с первого сезона. Я еще такая думаю. Нет ну как же же. Ну как. Ну должно же быть. Ну вот слава богу. Мне зашел. Да. Хорош. Если вы вдруг не видели. Я прям советую. Я еще очень люблю когда красиво снято. В данном случае мне нравится музыка. Плюс костюмы. Костюмы. Просто невероятные. Вот просто я мне кажется половину сериалов смотрела на детали. Кто во что одет. Украшение ну настолько красиво. Что просто глаз радуется. Очень редко такие вот сериалы с таким с такой проработкой деталей именно в костюмах сейчас снимают. Нет конечно костюмированные фильмы и сериалы снимают. Но как-то здесь меня это зацепило мне кажется больше всего. Ладно девочки я отвлеклась. Давайте нанесем наш спаркл. Я сейчас переживаю чтобы он не посыпался. Вот посмотрите он усиливает вот эти тени от Лизы. Он чуть-чуть светлее по оттенку. И чуть-чуть более фиолетовый. Но если вот так как я как бы прихлопывать, притаптывать, наносить, оно не сыпется. Сейчас у нас уже стало жарко. Мне особенно и я когда включаю лампы мне прям тяжеловато сейчас снимать. Знаете сидишь как в парилке. Я вот наблюдаю за биби кремом. И пока что мне нравится как он себя ведет. На камере наверное кажется, что он чуть-чуть сильнее блестит, чем нужно. Но в жизни мне пока нравится. Я не чувствую такого знаете, что мне куда-то что-то там уплыло. Нет, такого ощущения нет. Я сейчас сразу нанесу консилер. Здесь ничего нового не будет. Сделаем такое комбо от Herborean и Fenty. В прошлый раз мне очень понравилось. И я решила, что сегодня я тоже так сделаю. Оно как-то так вместе растушевывается в один цвет, который мне сейчас подходит. Немножко здесь вот тоже подсветлим сверху. Можно чуть-чуть спонжика. Давайте перейдем к бронзерам от NYX. Я очень давно их хотела попробовать, но как-то очень медленно они у нас появлялись в продаже здесь в Польше. Румян до сих пор нет, но попробуем хотя бы бронзеры сегодня. Я взяла первый и третий оттенок. Единственное, здесь мне не нравится механизм открытия. Очень тугой. Он такой, надо так, знаете, ногтем туда подковырнуть. И для маникюра это не очень. Вот это вот первый оттенок, а вот это вот третий. Ну, конечно, между ними такая заметная разница. Я не стала брать второй, потому что мне он показался рыжим на свотчах, на промо-фотографиях. Я так предполагаю, что третий мне, конечно, сейчас будет темный. Начнем с первого оттенка. Я то, что видела, они очень пигментированы. На ощупь они кажутся такими немножко маслянистыми. Но когда дотрагиваешься кистью, то они сыпучие, они пудровые. Интересная текстура. Я немножко очищу, конечно, эту кисть. Ну, потому что это будет слишком. Но они такие прям, знаете, супер сыпучие. Я не думала. Я думала, что это больше кремовая текстура. Даже когда я делала свотч. О, вот смотрите. Вот чуть-чуть больше оставила. И сразу видно. Но, кстати, вот этот первый оттенок, он немного с розовинкой. Я когда делала свотч, мне казалось, что это больше масляная такая вот текстура, как я сказала. Но на коже, по факту, потом это выглядит как пудра. Ну, конечно, да. Вот чуть-чуть больше наносишь, и сразу как бы пятна появляются. Третий оттенок мне явно будет темный. Я буду, знаете, дорастушевывать чистой кистью. Наносить буду одной кистью, а растушевывать буду другой. Но оттенок красивый. Такой холодный. Ну, не холодный, но такой. Немножко не с желтизной, не с рыжиной, как обычно бывают летние бронзеры. А именно как с розовинкой. Единственное, я боюсь, что если именно ставить пятен, то потом он как будто как тяжело растушевывается. Он на волосах прям оттенок оставляет розовый. Прям реально розовый оттенок. Мне кажется, зимой я точно не смогу этот первый оттенок носить. Он будет прям суперсильно для меня. Теперь надо это все как-то растушевать. Вот чисто мои предпочтения, это когда пигментация средняя. Я не люблю, когда она совсем вот такая еле-еле, как, например, у Makeup by Maria. Да, вот он такое любит. Но когда так сильно, то тоже это потом достаточно сложно наносить. Интересно, он реально наносится как пудра. То есть он даже немного заполировывает вот здесь вот кожу. Хотя реально кажется, что это крем. Немножко тут сильно свет бьет. И я иногда, вот мне кажется, вживую, что я хорошо растушевала бронзер. А потом я на видео вижу, что у меня там пятно, там пятно. Так что я заранее извиняюсь. Когда бьет вот этот цвет, не всегда я корректно вижу, что я делаю. Короче, девочки, вот так выглядит первый оттенок. Я в тихом шоке. Во-первых, он заменил мне полностью румяна. Я не буду наносить сегодня румяна. Потому что мне кажется, что вот эта розовинка, которая здесь вот у меня появилась, она заменяет мне румяна. Так. По итогу я перешла на более такую легкую кисть. Я вот не знаю, я не вижу, наставила я пятен или не наставила. Но так вроде с большего. Я сейчас здесь вот еще припудрюсь, потому что я не припудривалась. Я планировала сегодня попробовать другой оттенок у румян от Maybelline. Я купила оттенок 06. Мы с вами тестировали как-то в старых видео 05. И он мне оказался немножко бледноватым. А вот этот 06, он сильно активнее. И здесь больше видны блестки. Вот в этом розовом практически не видны. Наверное, мы с вами потестируем эти румяна в следующий раз. Потому что я просто понимаю, что сюда некуда. Во-первых, по итогу бронзер дает пудровый финиш. И уже сюда наверх наносить вот эти вот румяна, наверное, не стоит. Поэтому в следующем видео мы это обязательно с вами попробуем. Бронзер сияющий. Я вот вижу. Я, конечно, понимаю, что у меня сияет еще тональный BB-крем. Но я вижу, что у него есть небольшая такая золотинка. То есть он немножко с таким золотым отливом. Единственное, что он красит волосы. Мне даже пришлось вот здесь немножко по пробору пройтись. Потому что сильно была разница. Тут прям все такое теплое. И здесь прям белый пробор. И я немножко его тоже подтемнила бронзером. Не скажу, что мне это нравится. Если честно, прям волосы покрашены. А как так делать, чтобы волосы не покрасились? Потому что мне же хочется до конца пройтись этим бронзером. Иначе здесь будет белая полоса. Не знаю. Мне нравится, в принципе, эффект. Но для меня он, наверное, все-таки слишком активный. Слишком пигментированный. Даже если его наносить вот чуть-чуть на кисть. Наносить и мягкой кистью даже так. Не буду я, конечно, пробовать сейчас на себе третий оттенок. Я покажу на свочах разницу между первым и третьим. Уверена, что третьим мне сейчас совсем не подойдет. Посмотрим. Может быть, к концу лета. Интересно мне попробовать еще румяна из этой серии. Потому что, в принципе, когда насыщенные румяна, пигментированные, то тут я какой-то претензий обычно не имею. Поэтому посмотрим. Я единственное хочу немножко бронзера еще нанести на нижнее веко. Я вот здесь вот тоже его наносила. Ну, он дает прям золотистый отцвет. Это, конечно, очень красивый оттенок. Но это летний оттенок. Зимой такое не для меня. А на лето очень красиво. Так, надо, наверное, припудриться. Возьму поэзо-пудру, как обычно, которая под глаза. Слишком я уже блещу. Я хочу сейчас быстренько прорисовать межресничку. Вот чуть-чуть. И у меня есть новая тушь от Maybelline. Много обещающая по отзывам. Она должна быть супер-супер удлиняющая. Здесь по щеточке ничего выдающегося, как по мне. Но она прям должна, знаете, так хорошо удлинять. То есть она не объемная, а именно удлиняющая. Сейчас будем пробовать. Очень она такая, знаете, жирненькая. Я прям много у меня вышло продукта. Щеточка крупная, но сами вот эти вот волоски на щеточке, они короткие. Я почему-то думала, что здесь будут какие-то ворсинки, которые будут удлинять ресницы. Но я пока что ничего такого не вижу. Но они действительно как будто удлиняются, эти ресницы. Знаете, что здесь мне нравится в этой туши? Она очень хорошо разделяет ресницы. И из-за того, что мелкие вот эти вот зубчики, она прям их хорошо разделяет и не слепляет. Сейчас докрашу оба глаза и к вам верну. Ресницы накрасила и даже немножко все-таки подвела ресничный край. Потому что ресницы были настолько активные, что ну как-то это со светлыми этими тенями выглядело не очень. Прикольная тушь, но она такая, знаете, вот удлиняющая, с таким эффектом, когда на концах вот такие куски висят, если грубо так сказать. Если это не будет сыпаться, то это окей. Но если это начнет сыпаться в глаза, то не знаю. Я потестирую эту тушь и в следующих видео вам расскажу, как она мне. Мне не нравится то, что она слишком много достает продукта. То есть прям так жирно это приходится снимать. Но эффект на глазах пока что мне нравится. То есть они, видите, они такие прям очень удлинились. Не подкручиваются, естественно, но удлинились очень сильно. И на кончиках вот такие как шарики, да, за счет которых оно удлиняется. И у меня еще на сегодня есть два блеска. Вот из этой баттер серии от NYX. Баттер глосс. Я взяла два оттенка. 0,1 и 0,2. 0,1 он такой более нейтральный. 0,2 он тепленький. Фишка этих блесков в том, что они с блестками. Причем с очень активными. Я их уже наносила, я пробовала. Мне понравилось, что они очень стойкие. Но отмыть эти блестки с губ. Это просто что-то. Я думала, что я сделаю сейчас один блеск, нанесу и второй. Но оно просто не смывается. Давайте начнем с этого. Я потом как смогу его уберу. Это я наношу сейчас на первый оттенок. Такой немного, как по мне, привет из 90-х. Ну такой, немножко осовремененный. В принципе, вот в этом макияже, как сейчас у меня, мне даже нравится. Я бы наносила такой, знаете, у меня был более нюдовый макияж. И мне показалось, что этот блеск слишком сияющий. Тот макияж, который у меня сейчас, под него хорошо смотрится. Вот мне сейчас нравится. Я сейчас попробую немножко подснять этот блеск и нанести вот этот поактивнее, который. Блески не снимаются практически. Они мне вот так вот возятся по всем губам, но не уходят никогда. Ну так по факту он чуть-чуть ярче. Я не скажу, что он прям насильно ярче, но тоже выглядит красиво. Вот такой макияж у нас сегодня с вами получился. Предлагаю обсудить все, что мы с вами сегодня попробовали. Начнем с биби-крема. Мне понравился. Если бы был еще оттенок светлее, то я бы смогла его еще и зимой носить. А так получается самый светлый оттенок 21. Это такой классический оттенок для корейских биби-кремов. Он мой летний оттенок. Я буду его еще тестировать. Пока что, на первый взгляд, мне нравится. Я вот как припудрила, ничего больше не блестит. И он очень легкий. Мне понравилось, какой он легкий на лице, но при этом достаточно густая у него текстура. Мне сейчас очень жарко. Я сижу, на меня светит три лампы, еще две сзади. Я прям реально как в бане. Окно не могу открыть, потому что у нас там газон косят под окном. И знаете, нет такого ощущения, что у меня плывет макияж. Нет. Биби-крем этот пока держится. И я еще вам потом, попозже расскажу мои полные впечатления о нем. Пока что с первого взгляда огонь. Новый гель для бровей от Maybelline. Мне тоже очень нравится. Вот я сейчас сижу. Нет такого, что они, знаете, забетонированы. И они прям как бетон лежат. Нет, такого нет ощущения. Они просто такие мягенькие, но они приклеены к коже. И никуда они не деваются. Так что вот этот гель, до этого моим любимчиком был гель от Анастасии. Но он намного дороже, чем вот этот. Так что если есть возможность вот такое попробовать, то обязательно попробуйте. Однушка от Sephora, вы знаете, меня порадовала. Немного она суховатая. Немножко такие тени суховатые. Но достаточно приятный спаркл. Не скажу, что это что-то супер сияющее. Но я люблю сейчас такие оттенки. В принципе, такую текстуру люблю. И люблю однушки. Хит тиктока бронзер от NYX. Достаточно противоречивый у меня насчет него ощущение. Мне нравится, что у меня по итогу получилось. В целом. Но для меня это не на каждый день. Это слишком активно. Я использовала первый оттенок. Зимой я точно не смогу его носить. И он очень пигментированный. Его нанести совсем чуть-чуть. Но это надо постараться. То есть у меня есть куча других продуктов, которые будут не такие активные. Хотя мне нравится оттенок. Мне очень нравится, что он такой немного с розовинкой. Но при этом это бронзер. И нет вот этой вот рыжины некрасивой. Если вы любите такие оттенки, то можно пробовать. Он, конечно, пылит. Я все-таки думала, что будет финиш у него влажный. Нет. У него пудровый финиш. И он с сиянием. Я вот сейчас смотрю в зеркало. У него... Если вот так вот я двигаю головой, я вижу золотистые такие переливы. В принципе, хайлайтер не нужен. И по итогу мне и румяна сегодня не понадобились. Потому что он заменил все три продукта. Попробовать обязательно стоит этот бронзер. Полюбите, не полюбите. Это уже дело каждого. Я пока, ну, скорее так, немножко в замешательстве от этого бронзера. Тушь, на первый взгляд, хорошая. Мне понравилось, что она очень сильно удлинила мои ресницы. И она такими, знаете, вот паучьими. Вот как паучьи лапки. Опять же, в 90-е такое было очень популярно. Вообще, такое чувство, что немножко из 90-х мода возвращается. И у меня тоже в детстве была, в детстве, в школьные годы, с похожим эффектом тушь. Я хоть, бей, не помню, что это за тушь была. Такая красненькая. Если кто-то помнит, может вспомнить. Помню, что у нее была такая красная упаковка. Ну, тогда все покупали эту тушь. Это был, наверное, какой-то 99-й, 98-й год. 97-й, может, вот так. Если она не будет осыпаться, то в целом тогда окей. Ну, и как ни странно, наверное, больше всего мне понравились эти блески. Сейчас многие бренды стали добавлять активные блестки в блески для губ. Блестки в блески для губ. Да, в целом это выглядит красиво. Не знаю. Мне кажется, какого-то такого эффекта я ожидала от Armani, который мы с вами тестировали в прошлом видео. Конечно, это на любителя, кому как. Мне нравится, как это выглядит. И он стойкий, и он нелипкий, и достаточно комфортный. И плюс здесь нет вот этого идиотского эффекта увеличения губ. То есть это просто блеск, без всяких каких-то неприятных ощущений на губах. Кажется, все с вами обсудили. Немножко у меня были такие спартанские условия сегодня для тестирования, потому что очень жарко. Хотя в ближайшее лето, я думаю, будет часто такое происходить. В принципе, когда тестируешь в жару, наверное, это даже еще лучше. Более понятно, как будут вести себя продукты. На сегодня буду заканчивать. Увидимся обязательно с вами в следующих видео. До новых встреч. Пока!